Муж и отец в семье Давайте мы обратимся к Священному Писанию, чтобы увидеть, какие обязанности есть у мужей в браке. Сначала мы обратимся к Божьему закону, чтобы посмотреть, как там сказано об обязанностях мужа. И прежде всего Божий закон учит нас, что у молодого мужа есть особая обязанность по отношению к своей жене, особенно в первый год их совместной жизни в браке. Итак, мы прочитаем книгу Второзакония, 24 главу и 5 стих. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Итак, одна из основных обязанностей мужа в первый год жизни в браке есть та, чтобы увеселять свою жену. Другие переводы Библии на русский язык говорят, что он должен радовать свою жену. Хотя в нашем тексте написано, что муж должен увеселять или радовать свою жену первый год жизни в браке, это отнюдь не значит, что он не должен радовать ее в остальные годы их совместной жизни. Конечно, он должен продолжать делать это и далее, но в первый год брака это должно быть его основной задачей. Первый год совместной жизни в браке чрезвычайно важен для последующего успешного существования семьи. В этот год муж и жена узнают друг друга, учатся строить отношения друг с другом в новых условиях брачного союза. Особая ответственность за построение правильных отношений в семье ложится в это время на мужа. В первый год совместной жизни в браке закладывается фундамент семьи. Молодой муж должен отложить все другие дела и общественные, и даже церковные обязанности, которые могут быть у него, и которые возможно отложить для того, чтобы заняться устройством своей семьи. Он должен научиться правильно относиться к своей жене, приносить ей постоянную радость. Это повеление Божьего Слова, это повеление Божьего Закона. Следующий текст Божьего Закона, который мы рассмотрим и который говорит об обязанностях мужа в семье, записан в книге Исход 21 главе. Это повеление было дано Богом в контексте культуры, где еще существовало рабство, и оно может быть непривычным для нас. Но в этом тексте сказаны очень важные слова, которые говорят о трех базовых обязанностях мужа по отношению к своей жене. Это обеспечивать ее пищей, одеждой и супружеским сожитием. Эти три обязанности являются настолько базовыми и важными, что муж должен был отпустить на свободу без выкупа свою жену, которая была куплена им как рабыня, если он не исполнял этих трех обязанностей по отношению к ней. И если такие права имела рабыня, то, конечно же, эти права имела и свободная женщина. Итак, книга Исход 21 глава 7 по 11 стих. «Если кто продаст дочь свою в рабыне, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее. А чужому народу продать ее невластен, когда сам пренебрег ею. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром, без выкупа». В Новом Завете также подтверждено это повеление любить свою жену и обеспечивать ее пищей и одеждой. Фактически одним из основных проявлений любви мужа к жене и является то, что он обеспечивает ее всем необходимым для жизни. То есть материальное обеспечение своей жены и своей семьи является не только обязанностью мужа, но и одним из способов, которым он показывает и проявляет свою любовь. Мы говорили уже, что дела служения являются важным проявлением любви между супругами в семье. В одной из проповедей мы касались этого. И служение мужа своей семье должно быть прежде всего в материальном обеспечении своей семьи. Мужья в этом должны брать пример с Иисуса Христа и его отношения к церкви. Давайте мы прочитаем послание к Ефесянам, 5 главу, с 25 по 33 стихи. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Вышеприведенный текст дает нам понять, что муж должен не только питать и греть свою жену, то есть обеспечивать ее материально. Иисус Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив посредством слова. Так как муж должен в своей любви к жене подражать Христу и его любви к церкви, он имеет обязанность духовного обеспечения своей жены и детей. Он должен быть для своей жены и детей учителем слова Божьего, которое способно очищать и освящать их. Он должен обеспечивать их не только обычной пищей, но и духовным хлебом, которым есть слово Божье. Как сказано в Матвея 4.4. Об этой обязанности мужа быть учителем слова Божьего в своей семье мы поговорим еще позже. А сейчас я хочу обратить снова наше внимание на текст из книги «Исход» 21 главы, говорящий об обязанностях мужа к жене, который мы читали немного ранее. Этот текст говорит о том, что муж должен обеспечивать свою жену не только пищей и одеждой, но и супружеским сожитием. Супружеское сожитие со своей женой является одним из выражений любви и Божьим повелением для мужей, которое также подтверждено в Новом Завете. Такое же повеление в Новом Завете дано и для жен по отношению к их мужьям. Итак, 1 Коринфянам 7 глава с 3 и по 5 стих. «Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Что примечательно в этом тексте, так это то, что муж и жена могут использовать благословение интимных отношений, данное им Богом, как своего рода оружие против дьявола и его искушений. Самые близкие отношения между мужем и женой могут сохранить их от многих грехов плоти, могут помочь им оставаться чистыми и святыми пред Богом. Они являются, как уже было сказано, одним из важных проявлений любви между супругами. Кроме того, что муж должен любить и обеспечивать свою жену и свою семью, он должен также охранять жену и детей и физически, и духовно. Когда Господь поместил человека в Эдемском саду, Он дал ему повеление возделывать и хранить его. Книга Бытие 2.15. Это подразумевает, что Адам должен был охранять всех, кто находится в этом саду, и в первую очередь свою жену. Господь знал об опасности, которую представлял для человека древний змей, называемый дьяволом и сатаною. К сожалению, Адам не смог сохранить Эдемский сад и свою жену от змея. Дьявол подошел в виде змея к жене и искусил ее к непослушанию Богу, когда Адама не было рядом. Итак, мы видим, что хранить свою семью является важной обязанностью мужей. Они должны охранять свою семью от воздействия внешних природных элементов и других людей, обеспечив ее надежным и безопасным жильем. Также мужья и отцы в доме должны охранять своих жен и детей от негативного духовного влияния на них. И для этого нужно мужество и бдительность. Однажды военачальник Давида Иоав дал своему брату о весе такое повеление, когда им предстояла тяжелая битва за свой народ против больших сил врага. Он сказал, «Будь мужествен и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает что ему угодно». Это 2 Царство 10.12. Это повеление быть мужественным и твердо стоять за свою семью должно стать девизом каждого верующего мужа и отца. Он должен охранять свою семью физически и духовно от негативного влияния других людей, желающих навредить его семье, или от любого другого негативного влияния, особенно через средства массовой информации. Да поможет Господь каждому мужу в семье понять свою позицию, свою ответственность пред Богом и начать делать то, или продолжать делать то, если вы уже делаете, что Господь ожидает от нас, мужей. Да благословит вас в этом Господь!